В Южной Корее произошло невероятное событие. В 2015 году неподалеку от города Тонхэ на берегу нашли большое деревянное судно. Его старинная конструкция вызвала огромный интерес, так как судно находилось в удивительно хорошем состоянии. При осмотре на борту были найдены семь человеческих скелетов, что привлекло огромное внимание исследователей и правоохранительных органов. Личности установить так и не удалось. Однако самым загадочным оказалось открытие, сделанное после анализа образцов. Лодка, остатки предметов и кости были датированы 18 веком. Возникает вопрос о том, где все это время находилось крупное рыболовецкое судно. Предположение, что деревянное судно более 250 лет дрейфовало в море незамеченным, кажется маловероятным. Исследования, проведенные южнокорейскими японскими специалистами, подтвердили, что это судно принадлежало японским рыбакам из 18 века. Особенно удивило наличие скелетов вместо мумифицированных тел. Криминалисты были удивлены тем, что одежда, хоть и в фрагментах, сохранилась, в то время как под ней остались лишь кости. Это указывает на то, что мягкие ткани полностью исчезли. Возможно, на это повлияли морские птицы и микроорганизмы, но тогда и одежда не сохранилось бы. Это поднимает вопросы о наличии аномальных зон в мире, включая морские пространства, где действуют иные законы физики и биологии. Появление в 21 веке деревянного судна из 18 века может быть объяснено присутствием таких аномальных зон. В Японии проводились дополнительные исследования судна в 2018, 20 и 23 годах. Установлено, что это судно было построено в первой половине 18 века, а скелеты принадлежали двум поколениям, жившим не позднее первой четверти 19 века. Это указывает на то, что последнее путешествие судна состоялось до 1825 года. Никаких признаков насильственной смерти не было обнаружено, и архивные записи о пропаже такого судна отсутствуют. Что неудивительно, учитывая, что не все рыболовецкие суда регистрировали свои выходы в море. А вы что думаете? Может быть это судно попало во временную петлю и оказалось в нашем времени? Напишите ваш комментарий, подписывайтесь на канал, а также подписывайтесь на телеграм, так вы точно будете в курсе всех новых роликов на канале. Всем бодрости духа, всем адекватности бытия. Пока! Субтитры сделал DimaTorzok